Всем привет! Меня зовут Настя. Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня я хочу рассказать вам свою историю родов. Поэтому, кому эта тема может быть интересна, оставайтесь со мной. Мне 30 лет, и это моя первая беременность. Три недели назад у нас с супругом родился замечательный сынок, чему мы несказанно рады. И если сейчас подводить итоги моей беременности, то хочу сказать, что она у меня была без особых осложнений. В первом триместре меня не пощадил, конечно, токсикоз. Но в целом беременность прошла легко, беззаботно. У меня было почти всегда хорошее настроение, без каких-то гормональных скачков и перепадов. Единственное, что у меня аномалия развития матки. Матка у меня двурогая. И, наверное, за всю свою жизнь, каких диагнозов свой след, я только не слышала от гинекологов, о том, что могут быть проблемы при зачатии, при прикреплении плода. В итоге двурогая матка почти никак не сказалась на мою беременность. Она наступила с первой попытки. И родила я в срок ровно 39 недель. Не было угроз прерывания, либо угроз невынашивания. Беременность я вела бесплатно в женской консультации, которой я прикреплена по месту прописки. Если честно, у меня были мысли заключить контракт на ведение беременности. Но так как беременность у меня была неосложненная, то я решила, что нет для меня никакой необходимости заключать контракт. Но рожать супругу мы решили платно, так как нам очень хотелось в партнерские роды. Мне, так как я планировала естественные роды, очень хотелось, чтобы был бокс с джакузи, гипнороды, и вот эта вся концепция мягких родов. Мой выбор изначально пал на роддом имени Юдина, потому что это был ближайший роддом к моему дому. Но на что стоит вообще обратить внимание? Если вы планируете заключать контракт, или вы выбираете конкретный роддом, то обратите внимание на график мойк роддомов. Потому что в даты моего ПДР роддом Юдина был закрыт на мойку профилактическую. Она длится 2-3 недели. График всех мойк вы можете найти на сайте роду в Москве, либо на сайте роддома. Я, если честно, этого не знала, об этом не задумывалась. Уже нашла врача, акушерку. Но пришлось все быстро переиграть. И на самом деле, о чем я не жалею, потому что в Юдина мы были с супругом на третьем скрининге. В целом нам все понравилось в роддоме. Роддом достаточно современный. Можно записаться, прийти на экскурсию. Хорошие специалисты. Но все-таки были недочеты при обслуживании нас в платном отделении. И как-то в целом это немножко подпортило впечатление о роддоме. В общем, долго мы выбирали, где рожать. И решили остановиться на новом роддоме в коммунарке. Потому что я там была пару раз на приеме у врача-эндокринолога. И мне очень понравилось и отношение. Знаете, как говорят, что театр начинается с вешалки. Вот любое другое место начинается с ресепшена, с администраторов. И как-то девчонки, которые работают в коммунарке, очень быстро меня к себе расположили. Они четко отвечали на все мои вопросы. Вот и поэтому как-то коммунарка сразу произвела на меня хорошее впечатление. Хотя есть за ней шлейф, что это ковидный госпиталь, ковидный роддом. Но на самом деле перентальный центр был открыт только в прошлом году. И там сейчас не рожают девушки, заболевшие ковидом. Поэтому за это не стоит бояться. Тем более при поступлении на роды. Особенно если это партнерские роды. То и у вас, и у супруга будут брать экспресс-тест на ковид. Роды у меня были партнерские по контракту. Контракт был с врачом Рязанцев Михаил Васильевич. Ему большой-большой привет, если вдруг кто-то когда-нибудь покажет ему это видео. Потому что на самом деле врача я выбирала на сайте коммунарки. Не по отзывам. Просто я зашла, посмотрела всех врачей, которые там есть. И как-то вот Михаил Васильевич мне приглянулся по фотографии. Мы записались к нему на знакомство. И уже на знакомство он окончательно с супругом нас. Любил в себя своей харизмой, своим профессионализмом. Кто-то скажет, наверное, что выбрать врача по фотографии немножко легкомысленно. Но я в этом плане доверяю своей интуиции. Я советую ехать в роддом и знакомиться, задавать вопросы. Я приехала вообще на встречу прям с таким вот списком вопросов. Так как готовилась я к естественным родам. Если говорить о ценах на роды в коммунарке, то контракт на естественные роды начинается от 140 тысяч рублей. И, по-моему, самая высокая стоимость за контракт около 210 тысяч рублей. Тут вы можете выбирать наполнение вашего контракта. Будет ли это врач обычной категории, либо это будет врач высшей категории. Нужна ли вам индивидуальная акушерка, индивидуальная бригада, в которую входит анестезиолог, неанатолог. Либо вам это все не нужно. Что касается оперативного рода разрешения, кесарево сечения, то контракт стоит, начиная тоже от 150 и выше, в зависимости от категории врача, который будет делать вам операцию. Также, что стоит принять во внимание, чтобы заключить контракт, нужно пройти в коммунарке предконтрактное обследование. В него входит встреча с врачом платная, КТГ и УЗИ. Стоит он порядка 8,5 тысяч рублей. И эта сумма не входит в контракт, вы ее платите отдельно. Со всей суммы, с суммы контракта и предконтрактного обследования вы сможете получить налоговый вычет. Мой контракт обошелся мне в 160 тысяч рублей с моим врачом. У меня не было индивидуальной акушерки, так как у меня было уже на стадии заключения контракта запланировано кесарево сечение. Это тоже отдельная история, потому что я вообще уже второй, наверное, или третий раз повторяю о том, что я готовилась к естественным родам всю свою беременность. И исходя из этого, я могу дать совет всем, кто сейчас смотрит это видео. Ничего не планируйте. Ни полребенка, ни то, как вы должны проходить ваши роды. Да, настраивайтесь на самый лучший вариант, но не забивайте себе в голову, что только так или иначе. Мы делали третий скрининг на 31 неделе, и меня уже поздравили с тем, что малыш принял правильную форму, он лежит головой вниз и уже в целом через положенный ему срок готов появиться на свет естественно. У меня не было противопоказаний, например, от окулиста и вообще каких-то других противопоказаний на естественные роды. Но когда мы приехали... Да, кстати, контракт заключается в 36 неделе беременности. Вот, и когда мы приехали на предконтрактное обследование, выяснилось, что наш малыш лежит в тазовом продлежании, да еще и со скрещенными ногами, вот, и уже, по всей видимости, переворачиваться он не собирается, потому что матка у меня двурогая, места мало. Пришел Михаил Васильевич и говорит, я бы не рекомендовала тебе рожать самостоятельно, потому что вот такие-то вот такие вот показания, лучше давай выберем дату, которая будет тебе комфортна. Кесарево сечение в коммунарке, возможно, точно так же партнерское, то есть супруг сможет присутствовать. Мы обсудили все вопросы, все нюансы, мои опасения, тревоги. Это очень важно, чтобы доктор с вами сел и проговорил еще и психологический момент. Если честно, я считаю, что большая заслуга нашего врача в том, как он мне преподнес эту информацию, как он со мной все проговорил, потому что для меня это не было, скажем так, никакой травмы. Я такая думаю, ну, кесарево и кесарево, главное, что муж будет рядом, для меня минимальные риски, для малыша тоже сведены к минимуму. Разве вообще это не главное ли в этом процессе? В общем, кесарево у меня было запланировано на 7 апреля, это была пятница, вторник, 4 апреля. Мы поехали с супругом на финальную консультацию к нашему акушеру. Предварительно я сдавала анализы для встречи с анестезиологом и подбора анестезии. Все дела сделаны, приехали домой, легла днем поспала, вечером хорошенечко покушала. Вот, и где-то в пол первого мы уже собирались ложиться спать. И я говорю супругу, сейчас я быстренько схожу в туалет перед сном. Пока я дошла до коридора, у меня в коридоре просто хлынули воды, и я уже поняла, что никакое 7 апреля плановое кесарево уже точно не состоится, нужно ехать в роддом. Я сразу же позвонила своему врачу, он сказал, да, все, выезжайте, не торопитесь, не волнуйтесь, все хорошо, все равно будем делать кесарево. Мы в целом от дома до коммунарки ночью доехали за 25 минут. В роддом вы можете приехать как по скорой, так и самостоятельно, нам было удобнее вызвать скорую. Дороги уже у меня начались с схватки, все было достаточно терпимо, если их правильно дышать. Приехали мы в роддом, быстренько заполнили все документы, в моменте схваток меня никто не трогал, я спокойно дышала свои схватки. Пока у мужа брали тест на ковид, меня отправили на КТГ и на УЗИ. Минут через 40 нас перевели в индивидуальный родильный бокс. Вот так он выглядит, все очень чисто, приятно, дают одноразовые пеленки, поэтому их можно было не брать с собой. Здесь я уже с супругом жду подготовку операционной, с нами медсестра, помогает нам делать КТГ. Супруга не пускают в саму операционную, он стоит в такой прихожей, где ему неонатолог с педиатром объясняют, да, что сейчас происходит. От момента, наверное, разреза до того, как появился наш малыш на свет, прошло 10, ну максимум 15 минут, его сразу приложили ко мне к груди, тут уже в операционную ворвался муж, стал меня целовать, поздравлять. Неонатологи забрали малыша взвесить, посмотреть, как он, оценить вообще его состояние. Нам поставили 9 из 9 баллов по Абгар, то есть малыш был вообще прекрасно себя чувствовал и уже был готов к появлению на свет. Вот, срок у нас был ровно 39 недель. Вес 2,970 и рост 50 сантиметров. Такой замечательный, прекрасный малыш. Меня стали зашивать, а у супруга с малышом начался золотой час. На самом деле, партнерская кесарева – это очень классная вещь, потому что вот этот вот контакт кожа к коже, он очень важен именно в первый час ребенка. Вот, и как раз-таки папа может побыть с малышом, и у меня у супруга остались, я не знаю, невероятные глаза, ощущения. Он мне всегда рассказывает, то, как они вот провели этот золотой час вместе, как он на него смотрел. В роддоме концепция совместного пребывания матери и ребенка, поэтому уже через 2 часа после операции малыша привезли ко мне в реанимацию, а еще через 3 часа мы оказались в нашей одноместной палате, которая включена в контракт. В каждом боксе находятся 2 палаты, которые имеют общий туалет и душевую комнату. Давайте сначала покажу вам, как выглядит туалет. На мой взгляд, все очень симпатично. И душевая комната с сиденьем, удобство которого я оценила после операции. Если вы рожаете в коммунарке по ОМС, то там размещение 2-3 местное, все мамы всегда с малышами. Еще один плюс для меня родов по контракту – это не только выделенный врач, который с тобой на связи 24 часа в сутки, но и индивидуальная палата. Конечно, выспаться не получалось ни в первой, ни во второй, ни во третьей сутки, потому что постоянно с утра какие-то обходы, то осматривают тебя, то малыша, то какие-то анализы сдают, то забирают ребеночка на прививки. Мы сделали укол витамина К, сделали гепатит и сделали БЦЖ на третьи сутки. То есть мы не отказывались в роддоме ни от каких прививок. В роддоме была возможность получить свидетельство о рождении, что я тоже сделала очень быстро, прямо на этаже. Чем тут кормят в нашей столовке? Какой-то чай, рагу из отварной птицы, курица с овощами тушеными, фасолевый суп на курином бульоне, свекла отварная с растительным маслом, батон хлеб, помидоры, сметана, суп вегетарианский, шиповник, котлеты паровые и каши гречневые. Продолжаю записывать видео, правда уже с малышом на руках, поэтому, если будете слышать кряхтение и сопение, прошу любить и жаловать все молода, которые, я уверена, будут часто появляться со мной на видео. Специалисты по грудному вскармливанию в коммунарке вообще топ. Если есть возможность у вас взять консультацию по налаживанию грудного вскармливания, обязательно ее берите. Мне в целом очень понравился роддом и тем, что все новое, новое оборудование, новые палаты, прекрасные молодые специалисты, которые отзывчивые, никогда тебя не пугают и не загоняют в какой-то тупик. Что касается выписки, если вы забили естественные роды, то вас выпишут на третьи сутки, при кесаревом течении выписывают на четвертые сутки. Наверное, все стандартно, как и в большинстве роддомов. Важно сказать о том, что контракт после выписки из роддома не заканчивается, и вы имеете право в течение 42 дней после родов наблюдаться у вашего акушера-гинеколога. Что хочу сказать в заключении своего видео, о том, что не бойтесь рожать, это прекрасно, и я всем желаю, чтобы ваш опыт родов был такой же нетравматичный и такой же позитивный, как у меня, потому что я, если честно, прям, не знаю, считаю, что кесарево было для меня, наверное, каким-то подарком свыше, потому что все прошло четко, слаженно, плюс я еще побыла и в родах, и в схватках, поняла вообще, что это такое. Главное то, что малыш родился абсолютно здоровым, и я себя прекрасно чувствую. Вот. А я на этом заканчиваю свое видео, буду рада вашим лайкам, вопросам, комментариям. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok